Всем привет! Только вдумайтесь, пока вы смотрите этот видеоролик, за вами следят. Не просто следят, а еще разряжают аккумулятор вашего смартфона. Плюс ко всему, знает о вас все и будет знать вперед все. Если вы это сейчас в срочном порядке, не отключите. Естественно, это все будет имхо, то что я вам расскажу и покажу, где это находится, какие настройки надо отключить и что, собственно, под этим соусом вам преподносится. Ну, они знают про вас все. Друзья, они лазают в ваших банковских приложениях, знают, на что вы тратите деньги, на что вы хотите потратить деньги, сколько у вас на счету денег, знают о вас все персональные данные, они лазают в ваш ватсап, знают ваши переписки все, они лазают в ваш инстаграм, знают, что вы фоткайте, какие товары вас интересуют, все в таком духе, за вами следят. Конечно же, вы не являетесь каким-нибудь министром обороны, как я, да, и нафиг вы кому нужны, но, но, втюхивать рекламу, толкать вам рекламу, сам бог велел. Может быть, они на вас особо много денег не зарабатывают, но, когда это идет в глобальном смысле, когда у вас много, да, когда у вас миллионы, миллионы людей на вас зарабатывают огромные деньги, они крутят этими деньгами направо-налево, как хотят, и, конечно же, они будут это преподносить, как благо, для вашей же пользы. Ну, а кто же из каких разработчиков, думайте, кто из разработчиков может написать следующее в настройках? Так, друг, смотри, это не выключай, потому что это сделано только ради одного, чтобы отслеживать твои персональные данные, знать о тебе все, что мы хотим, и, конечно, зарабатывать на тебе деньги. Естественно, такого не будет. Естественно, там напишут, что это исключительно для того, чтобы вам помочь. Итак, я буду показывать на своем смартфоне Redmi Note 10 Pro в моей левой руке, вот такой бронзовой, красивой раскрасочке. Ссылки будут в описании, с правой стороны у меня лежит Poco F3, также ссылки в описании, самые лучшие цены, переходите именно там. А теперь, друзья, я приступлю от слов к действию. Итак, переходим в Play Market, далее, в правом верхнем углу будет иконочка, жмем на нее, следом ищем такой пункт, как Play защита, нажимаем, переходим. Вот тут самое интересное, недавно проверенное приложение, сканируем приложение «уполнялось вчера», то есть это приложение, эта настройка, проверяет Play Market, ВКонтакте, вот это вот почта, Gmail, да, это что у меня? Это у меня Юла, только вдумайтесь, Юла это объявление, бесплатное объявление, приложение бесплатных объявлений, они знают, что я продаю, они знают, чем я интересуюсь, музыка, они даже проверяют у меня, помимо 60 остальных трех приложений, проверяют творческую студию, нафига они это проверяют? Более того, если вы проверяете Play защита, те приложения, которые у меня установлены из Play Market, зачем? Они изначально уже проверены самим онлайн-магазином Play Market, причем работает это в фоновом режиме, постоянно разряжая ваш аккумулятор и нагружая процессор смартфона. Если мы прочтем, что тут внизу, Play защита регулярно проверяет ваше устройство, уведомляет вас об обнаруженных угрозах, переходим в подробнее, потом, смотрите, спускаемся вниз, вот так вот вниз спускаемся, и что мы здесь видим? Так, как работает Google Play защита? Google Play защита проверяет приложение во время установки, а также периодически сканирует ваше устройство, периодически сканирует. Если будет обнаружено потенциально опасное приложение, Play защита отправит вам уведомления, чтобы защитить свое устройство, нажмите ее, заблокирует приложение, удалит приложение. Короче говоря, друзья, эта настройка под соусом вот этого всего добра проверяет якобы свои же приложения в своем Play Market, просто тем самым давая себе разрешение, оправдывая то, что налазит у вас, ну, допустим, в Сбербанке приложение, или, как в моем случае, это Райфайзенбанк, это не реклама. Она лазит везде и знает все персональные данные, при этом постоянно, постоянно в фоновом режиме это все делает. А что касаемо тех приложений, которые я устанавливаю из неизвестных источников, так я сам знаю, что устанавливаю. Ну, если вы, конечно, совсем не понимаете, что делать, ну, что вы делаете на своем смартфоне, то, пожалуйста. Но я лично знаю, что я устанавливаю и знаю, на что иду. Зачем мне проверять каждые сутки, каждые сутки проверять мои приложения и лазить? Я думаю, только ради одного. Это, конечно же, пихать мне рекламу. А потому я делаю следующее. Смотрите, идем обратно, далее, вверху, опять-таки, в правом верхнем углу есть звездочка, нажимаем. Далее, есть два пункта. Сканирование приложений с помощью Play защиты. Play защита будет проверять это устройство и предупреждать о вредоносных приложениях. Потом, снизу еще помочь улучшить защиту, отправлять неизвестные приложения в Google для анализа. Вот эту галочку я снимаю и эту я снимаю. Отключить. Play защита не сможет проверять приложения и сторонних источников. Отключить. Это имхор. Все, что я вам наговорил, но я лично отключаю. Пошли они в жопу. Лично я не хочу, чтобы рылись там, где мне этого нежелательно. Чтобы обо мне все знали, друзья. И имейте в виду, что как только придет очередное обновление ПО, да, или очередное обновление того же самого Play Market, настроек, обязательно пройдите в настройки и проверьте, что те галочки, как вы сделали на месте, сняты. А то, знаете, как бывает, они хитрожопые настолько, что после очередного обновления все автоматом по умолчанию становится, как и было до этого. Это лишь только в очередной раз подтверждает то, что им это выгодно. Они это делают специально в своих выгодных целях. Но преподносят в очередной раз для нас лично, как будто бы это нам личного благу. Стараются, скорее всего, лишь только обмануть, вести вас в заблуждение, замылить вам взгляд, замылить вам ум, ну и пихать рекламу, как это обычно у них бывает. Если этот видеоролик для вас оказался полезным, подпишитесь на канал, посоветуйте этот видеоролик своим друзьям и близким, кто пользуется аппаратами Xiaomi, не только другими Android-смартфонами, поставьте лайк этому видео. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!